Друзья, привет! С вами новости с Антоном Хардиным. Бывший капитан сборной России по футболу высказался о происходящем, и его слова облетели весь интернет. В Москве нашли тело генерал-майора, службы внешней разведки в отставке. Поговорим мы с вами не только об этом, но и начнем мы с наиболее важной, я бы сказал, даже жизненно важной новости. Федеральная антимонопольная служба согласовала повышение максимальных цен на инсулин для инъекций. Недавно Путин говорил, что инфляция затормозилась до нуля, но вот цифры, о которых говорит Федеральная антимонопольная служба, она по-настоящему пугает. Издание Коммерсант написало, что Федеральная антимонопольная служба согласовала рост максимальной стоимости препаратов до 28%. Параллельно этому в России наблюдаются и другие проблемы с ценами на товары постоянного потребления. И уже не новость, что частенько российских пенсионеров можно заметить где-то на мусорках. Но вот посмотрите, что происходит в Воронеже. В Воронеже происходят самые настоящие хлебобулочные разборки. Пенсионерка возмутилась, что хлеб выкинули и заставила продавщицу доставать его из мусорки. Вот пришла представитель магазина этого и складывается хлеб, как будто ненужная вещь. Снимает 12 июня хлеб от 9 числа. Бублики, ролики, абсолютно хороший хлеб, который, если бы они выставили около магазина, с удовольствием бы люди разобрали. Вы смотрите, что творят. Люди голодают, сами получают нищенскую зарплату, как говорят. Тут на месяц хлеба хватит. Вот видите сколько? И все это выброшено в бытовой мусор. Просто взяли и даже вон бублики, мублики, даже никакого смущения нет. Ну что это такое? Давайте выгружайте и с этим будем разбираться. Я еще прослежу, куда этот хлеб уйдет. И что здесь оставите? Ну а зачем же вы здесь оставили хлеб? Ну зачем вы здесь оставили? Вам нельзя было у магазина его оставить. И люди бы бесплатно бабушки взяли, экономят, приходят по понедельникам, по средам до двух часов, чтобы сэкономить лишний рубль. А здесь хлеб дорогой у вас. Да сейчас ночью заберут его. Вот она, вся суть происходящего в одном ролике. Хлеб, который годится к тому, чтобы его выбрасывали на помойку. Пенсионерка говорит, оставляйте, бабушки-пенсионерки будут этот хлеб разбирать, потому что экономят последнюю копейку. И лиха беда начала. Вот оно, следствие заботы о гражданах. Теперь же что касается импортозамещения. Во все горны трубят, что у нас в России сейчас наладится импортозамещение. Что у нас, оказывается, в принципе, все свое-то и производят. Но вот только, опять же, официальная информация из здания РБК. Вот что хотите, пишите, но новость хоть стой, хоть падай. Выпуск части стройматериалов оказался на 100% зависимым от западных станков. Выпуск половины всех видов основных стройматериалов на 70-100% зависит от оборудования из Европы и США. Это оценили российские производители. И также сообщается, если не найти им замену, то через 5 лет рынок может столкнуться с дефицитом. Практически все стройматериалы, которые производятся в России, так или иначе, на 70-100%, не на 5-10%. Казалось бы, можно и глаза закрыть. А на 70-100% зависит от иностранцев. Ну ладно, о гвоздях мы с вами поговорили. А что же с электроникой? Люди, которые насмотрели с телевизора, очень часто пишут в социальных сетях. Да ничего, электроника, да и ладно. У нас ведь есть наши процессоры отечественные, Байкалы. А Байкалы, друзья мои, тоже все, можно ручкой помахать. СМИ узнали об отмене выпуска процессоров Байкал-С из-за проблем с Тайванем. Байкал Электроникс отменил выпуск и продажу процессоров Байкал-С, поскольку с компанией отказался сотрудничать тайваньский производитель. Об этом узнало также издание Коммерсант. По его данным, на эти чипы рассчитывал Сбер и другие крупные игроки, которым теперь придется искать способы параллельного импорта. А на то, чтобы создать какие-то производственные мощности, потребуются не часы, не дни, годы, а возможно даже десятки лет, чтобы все это сделать с абсолютного нуля. А что за эти 10 лет произойдет со стороной и с производством, остается только догадываться. Путина там показывают процессоры, электронику, Бутина рекламирует смартфоны, вот вроде все. Людей с экрана федерального телевидения кормят лапшой. Ну а по факту даже на официальном уровне всплывает вот такая информация. Что вам еще здесь сказать? Остается только похлопать в ладоши тем людям, которые так грамотно управляют нашей страной. А в Питере сейчас проходит экономический форум, где показываются современные отечественные разработки. Как многие другие блогеры, куклу Дуняши я вам показывать не буду. Там разговаривать абсолютно не о чем. А вот человека, который напрямую участвует в управлении делами нашей страны, а конкретно является представителем Министерства иностранных дел, лица нашей страны. Вот какое у нашей страны лицо. Посмотрите, Мария Захарова. Если честно, Марии, ее даже называть не хочется. Хочется сказать, Маш, ну ты это. Мы не будем тут устраивать Америку. Но все-таки Россия, русская цивилизация справедливая. Справедливая. Каждому коллеге надо дать слово. А вы как американцы ведете себя. Все время на себя одеяло тянете. Повелеваю вам взять интервью у представителя Донбасса, который находится в этом здании, является вашим коллегой журналистом. Начните с него. Смелый журналист без заискивания не побоялся разговаривать с Захаровой. Эти люди привыкли, что им российские журналисты подлизывают направо и налево. А здесь смотрите-ка, журналист посмел перечить Захаровой. И на что ему Захарова говорит? Повелеваю вам. Повелительница луж Мария Захарова расплескала все свое хамское отношение и показала истинное лицо перед журналистами. Друзья мои, это лицо нашей страны. Эти люди представляют на международной арене нас с вами. Это напрямую нас с вами касается. Я не просто так этих людей показываю. На месте журналиста так и хочется сказать, а кто ты такая, не вы такая, а кто ты такая, чтобы кому-то что-то повелевать. Берешь поварешку и идешь повелевать у себя на кухне. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Но мне кажется, что такие люди не должны представлять нашу страну. И пока элегантная Мария Захарова на экономическом форуме повелевает журналистами, жители Орловской области буквально умоляют чиновников сделать им дороги. Мы жители Сенькова обращались уже неоднократно к главе администрации нашей, к прокуратуру обращались по поводу наших дорог. У нас вот случилась в ночь, в субботу на воскресенье такая беда. Умерла бабушка и прошел дождь. Перед этим прошел сильный дождь. Ну, как обычно, у нас дороги размыло, как обычно. И мы просто не могли покойника отправить хотя бы до асфальта, так называемого. Бабушку пока не расцвело. Мы не могли найти транспорт, чтобы просто по этим дорогам до газели ее в морг отправить. Что ж это творится у нас? Когда ж мы будем жить как люди? Просто как люди. Да посыпьте вы нам этой щебенки несчастной. Сколько? Десять лет. Десять лет уже, вы обещаете. Десять лет. Эту сделать дорогу. Неужели за десять лет у вас не нашлось просто, ну, я не знаю, каких-то средств, чтобы сделать людям дорогу? Ну, это просто невозможно. Ну, вот сообщается, что скорая не успела доехать до роженицы и та ребенка потеряла, что бабушку никак не могли в морг отвезти. В этом селе ни родиться нормально человеку не получается, ни умереть спокойно. Мы наводим порядок сейчас где-то в другой стране. Туда идут миллиарды. Миллиарды денег налогоплательщиков. А здесь, в России, налогоплательщики. Одни хлеб просроченный из мусорки достают. Другие элементарно по своей же стране передвигаться не могут, потому что дорог не существует. Экс-капитан сборной России по футболу Игорь Денисов высказался о происходящем. Эти кадры мгновенно облетели социальные сети. И что-то мне подсказывает, что после этих слов к человеку, который является четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УФА, что к нему придут. 25-го я был, мягко скажем, шокирован. Я думал, что это все становится на, как нам всем говорили, на вхождение туда, не знаю, там, в Донбасс и финиш, не знаю. Но когда через два дня еще я узнал, что мы пошли дальше туда, для меня это был уже не шок, а ужас. То есть я очень воспринципный человек, и я муху, если так можно сказать, убить не могу, да, но для меня это, вот, у меня это катастрофа. То есть полный ужас. Не знаю, может меня за эти слова посадят или убьют, я не знаю, но я говорю как есть. Человек, который, можно сказать, славил Россию, про футбольную карьеру я сейчас его рассуждать не буду. Говорит, может быть, меня за эти слова убьют. На этом можно видео как бы и прерывать, потому что эти слова, это буквально венец происходящего. Ну нет же, предлагаю полностью послушать. Восприятие вообще всего у меня поменялось резко, я не спал, наверное, ну, 4 дня я точно спал, наверное, часа по 3. Я был просто шокирован, я не понимаю, почему там в 22-м году, и мне это никто не может объяснить. Может потому, что я мало начитан, я не знаю, может я мало знаю историю, я не знаю. Но я против, я против, когда люди умирают, то есть у меня трое сыновей. Я первый вопрос задал своей супруге, а если бы им было бы по 18-19-20 лет, и их бы забрали, то есть, ну, я просто не могу даже объяснить. В первые дни, после 24 февраля, у тебя была идея, желание? Да, конечно, не идея, желание. Я в мини мое обращение к нашему великому отправил. Вот, понимал, что, конечно, кто ушел спорить, меня будет какой-то там. Вот, но я отправил, и я вот Михе Прокопцеву дал прослушать на YouTube, мы хотели скинуть, но все отказались. Ты можешь чуть расшифровать? То есть, ты хотел сразу, после... Не сразу, там, 3-4-5 дней прошло, наверное. У тебя было обращение? Да. К Путину? Да. Что в нем было? Чтоб это все остановилось. Я ему даже сказал так, что я готов встать на колени перед вами. Просто вот я гордый парень, это на третьем, четвертем сутке где-то, я готов был встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. То, что такое одна жизнь одного человека, там, не знаю, какого-то Денисова. У меня гордость уже не было, потому что я представлял, что к чему это все идет. Ранее он записывал обращение к Путину, его отказались публиковать в СМИ. В Сумбуре эти кадры пролетели мимо нас. Но вот сейчас вы, в принципе, знаете, что бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов думает и происходящим. Но, если честно, мне здесь просто больше нечего добавить. Ну и еще одна новость, которая сейчас широко распространяется в социальных сетях. Новость, которая уже обросла разными абсолютно теориями. В Москве нашли тело генерал-майора службы внешней разведки в отставке. В последнее время он работал с архивами и открыл многие документы о событиях перед Великой Отечественной войной. Новость эта официальная, опубликовали ее все ведущие российские СМИ. И сообщается, что он застрелился из наградного пистолета. Ну и первая мысль, которая возникла как раз у комментаторов социальных сетей, была такая. Все обратили внимание на то, над чем он работал. А работал он, повторюсь, с архивами о событиях перед Великой Отечественной войной. Многие архивы, конечно же, до сих пор не открыты. И я думаю, что многие из вас понимают причины тому. И как вы думаете, друзья мои, есть ли связь между гибелью этого генерала и между тем, чем он занимался? Ну а параллельно тому, о чем я вам рассказал уже, в городе Краснодар происходит самое настоящее европейское импортозамещение. Город Краснодар превратился в Венецию. Жители Краснодара сейчас быстро напишут в комментариях, что денежки на ливневочки выделены-то были, ливневочки-то вроде как бы и сделали, но количество денег, которое, судя по всему, было попилено на этих ливневках, оно прямо пропорционально количеству воды, которая бежит по улицам города.